Утром 8 мая социальные службы города отправились в гости к ветеранам Великой Отечественной войны. Конечно, в условиях пандемии коронавируса о долгом общении с представителями старшего поколения не могло быть и речи. Однако в этот весенний день соцработники выполняли особую миссию. Они развозили ветеранам большие продуктовые наборы, чтобы в день 9 мая они могли не беспокоиться о том, что поставить на праздничный стол, за которым в этот день соберутся исключительно члены их семей. Слава, мы поздравляем вас с этим праздником. Поздравляю вас. Здоровья вам, долгих лет. Живите, чтобы на вас равнялось все молодое поколение. В рамках празднования 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне проходит федерально значимая социальная акция «Вам родные». Целью этой акции является вручение ветеранам юбилейных продовольственных наборов. Ввиду сложной обстановки, которая сложилась в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, к сожалению, ветераны не смогут собраться на каких-то массовых мероприятиях, встретиться, возможно, со своими фронтовыми друзьями. Но, чтобы они достойно отметили юбилей победы в кругу семьи, в кругу родных, им вручается продовольственный подарочный набор. Какие еще меры социальной поддержки уже были реализованы в отношении ветеранов? В апреле 2020 года были произведены единовременные выплаты за счет всех уровней бюджетов. И за счет федерального бюджета, и за счет бюджета города Таганрога, и губернаторские выплаты. Все ветераны всех категорий были охвачены единовременными выплатами, и все они их получили. И материальные выплаты, и поздравительные открытки. То есть то, что президент обещал каждому ветерану 75 тысяч? Безусловно, да. Безусловно. Федеральные выплаты в размере 75 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, в зависимости от категории, были произведены. И губернатор Донского края тоже произвел выплаты в размере 25 тысяч рублей. И в городе Таганроге главой администрации тоже было подписано постановление, и ветераны получили выплаты. Конечно, в более меньших размерах, но тем не менее, несмотря на сложность обстановки в целом, в стране и в Таганроге в частности, все ветераны были охвачены выплатами. Сегодня в Таганроге проживает более 1600 ветеранов войны. Сюда входят не только те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях, ну и труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. В гости к нескольким фронтовикам смогла попасть и наша съемочная группа, конечно, соблюдая все меры предосторожности. Ведь многим ветеранам уже далеко за 90, а значит, они находятся в особой группе риска. Здоровья, долгих лет, бодрости духа, оптимизма и такой же активной жизненной позиции, которую вы занимаете в воспитании подрастающего поколения. Вадим Михайлович у нас постоянный гость в детском социальном приюте, и поэтому дети его любят, ждут, приглашают на все праздники. Вот ему посчастливилось еще до введения особого режима побывать у них на празднике Масленица. Да, я умею, да. Ветераны Великой Отечественной войны, люди очень гостеприимные. И, конечно, раньше при встрече гостей они всегда угощали чаем, рассказывали о своем боевом прошлом. В этом году чаепития, конечно, не случилось, но немного их воспоминаний нам услышать удалось. Грантовые воспоминания – это в первую очередь о том, что войну я начал 22 июня в 3 часа ночи. Я в Суббитре Харькове в училище был, и как раз подняли по тревоге. Вышли когда во двор, смотрим гул самолета разведчика немецкого. Меня отправили на крышу, и я из зенитного пулемета показывал трассирующими пулями направление для наших паражитаристов. Это вот первая война, как говорится, началась для меня в 3 часа 22 июня. Вы оккупировали город. Воспоминания остались? Да вот они зашли, а мы еще там были, за городом. Они обстреливали уже наши корабли, которые отходили от Таганрога. Это был город в Германии, Рудерсдорф. Санитарный, я в госпитале работала, Иваково госпиталь 38-65. У нас такая работа была. Мы вот, допустим, к нам с фронта прибывают, мы в прифронтовой полосе прибывают, мы их подлечиваем. Значит, тяжело больных подлечиваем, отправляем дальше в тыл. А вновь снова принимаем. Вот у нас такая вот была, круговорот такая вот, у нас была работа и днем, и ночью. Как оказалось, ветераны войны – это самые ответственные люди. Вот кто не нарушает режим самоизоляции и соблюдает масочный режим даже в собственном дворе. А главное, они верят в победу над вирусом. Точно так же, как верили в то, что одержат победу над фашизмом 75 лет тому назад. Непременно, обязательно. Если мы справились с внезапным нападением фашистов на нас, мы не готовились абсолютно. А уж с этой, мне кажется, это даже и столько нужно все выполнять. То, что правительство говорит, что местная власть и тому подобное. Я единственным могу сказать, русский народ перетерпел большие пренебряния, много тяжести было. И мы выжили. И сейчас выживем. И я думаю, что к лучшему. Потому что все-таки русский народ не победит.